Позвольте мне продолжить серию вебинаров от компании NETCH по термическому анализу, и сегодня мы рассмотрим, как приборная база и программное впечатление от NETCH может помочь вам при исследованиях и разработках различных материалов на основе элементного углерода. Для начала разрешите представиться. Меня зовут Максим Александрович Хасков, и на сегодняшнем вебинаре после вступительных слов об объекте исследования и группе компании NETCH я расскажу вам о решениях NETCH в области работы под высоким давлением, в частности мы коснемся актуальной сегодня темы водородной энергетики. После примеров разделения суперпозиций эффектов на кривых термического анализа мы рассмотрим некоторые вопросы, связанные с пористыми материалами, и как с использованием оборудования NETCH можно быстро и надежно оценить открытую пористую структуру различных материалов. Далее, после краткого рассмотрения о решениях NETCH в области измерения теплопроводности различных материалов, мы более подробно остановимся на методе лазерной вспышки, на примере измерения данной методом теплопроводности, температуры проводности и теплоемкости углеродных материалов различной природы. Рассмотрев преимущества методов термического анализа в окислительной атмосфере при исследовании углеродных материалов, мы рассмотрим использование их в литий-ионных аккумуляторах. И, наконец, после рассмотрения вопросов газификации угля и изучения процессов сорбции и десорбции воды на углеродных материалах с использованием оборудования NETCH, в заключении добавим несколько слов о запланированных встречах в формате вебинаров или семинаров. Для того, чтобы более продуктивно провести наше совместное время в рамках вебинара, предусмотрена обратная связь, где вы можете задать свои вопросы с помощью интерфейса платформы GoToWebinar. Для этого на панели с правой экрана раскройте дополнительное меню, затем раскройте под меню Questions, напишите свой вопрос и нажмите Send. В конце вебинара я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Ответы на те вопросы, на которые в рамках вебинара я ответить не успею, будут вам направлены по электронной почте, указанной вами при регистрации на данное онлайн-мероприятие. После того, как вы зададите вопрос, словающий меню можно скрыть с использованием соответствующей кнопочки. Уникальная способность атомов углерода катинации, то есть способность образовывать разветвленные и неразветвленные гомоцепи, а также, говоря на языке Лаймуса Полинга, его способность к гибридизации эвалентных атомных орбиталей, способствует образованию широчайшего спектра аллотропных модификаций данного химического элемента, классификация которых до сих пор является непростой задачей. Одна из распространенных систематизаций приведена на слайде, где в углах треугольника расположены соединения с различными целыми степенями гибридизации. Стоит подчеркнуть, что согласно информации, представленной на сайте Института элементов органических соединений имени Александра Николаевича Несмеянова, впервые третью аллотропную форму углерода карбин получил сотрудниками советский ученый, доктор химических наук, профессор Алексей Михайлович Сладков. Структурное разнообразие реализуется в виде уникального спектра свойств соединений на основе элементного углерода, которые могут быть мягкими, как графит, или быть одними из самых твердых из известных материалов, как, например, алмаз. Они могут быть диэлектриками или сверхпроводниками, характеризоваться невысокими тепловроводящими свойствами и иметь одно из самых высоких значений коэффициента теплопроводности, как, например, графен. Такое уникальное многообразие свойств позволяет вспомнить тезисы Пола Уолкера, который еще 50 лет назад говорил, что углерод – это старый, но новый материал. Ведь являясь помощником человека уже многие тысячелетия, элементный углерод можно найти в составе как функциональных, так и конструкционных материалов, например, в качестве коронок в буровом инструменте, в качестве электродов в химических источниках тока и различных технологических процессах, например, при получении алюминия, в качестве гибких нагревателей в высокотехнологичной одежде спортсменов, элементов теплозащиты в многоразовых транспортных космических системах или тормозных холодках, автомобилей и самолетов. Сегодня я попробую рассказать вам, как группа компании NETCH может помочь вам прикоснуться, как исследователю, к этому завораживающему миру углерода. Поэтому позвольте несколько слов сказать о самой компании NETCH. 149 лет назад, в 1873 году, братья Кристиан и Томас Нетчи основали небольшую семейную компанию, которая на начальном этапе выпускала сельскохозяйственные машины и паровые автомобили для тушения пожаров. Подразделение по изготовлению оборудования термического анализа образовалось в 1962 году, когда группа компании NETCH руководил внук Кристиана – Эрих Нетч. Сейчас группа компании NETCH, в которую входят три коммерческих подразделения со штатом более 3700 человек в 36 различных странах мира, руководит коллектив, в состав которого входят два брата Морец и Пауль Нетчи, представители совета директоров Генс Ниснер и руководители коммерческих подразделений – доктор Томас Деннер, Инга Рейдиш и Феликс Кляйнер. Сейчас подразделение NETCH анализа и тестирования предлагает целую линейку современных и надежных приборов для проведения термического анализа, начиная в дифференциальной сканирующей колорометрии, термогорометрии и дилотометрии и заканчивая высокотехнологическим оборудованием для тестирования горючести и пожарной безопасности различных материалов. Помимо поставки, пуска наладки и сервисного обслуживания, NETCH постоянно поддерживает своих пользователей, как через обучение в Германии в городе Зельбе, в исследовательской лаборатории, так и через проведение различных обучающих семинаров и курсов в ведущих учебных заведениях Российской Федерации. Сейчас, в условиях непростой эпидемиологической ситуации, особо актуальными становятся вебинары или посещения виртуальной академии NETCH, где могут пройти онлайн обучение не только наши пользователи, но и все заинтересованные лица. В России, помимо основного представительства в Москве, нас также можно легко найти в Екатеринбурге и в Новосибирске. Итак, начнем мы сегодня с углерод-углеродных композиционных материалов, которые широко используются в качестве тормозных колодок различных транспортных систем, в авиакосмической отрасли, медицине и других областях. В классическом варианте УУКМ представляет собой композиционный материал, где в качестве армирующего наполнителя выступают непрерывные углеродные волокна, а в качестве матрицы – пиролитический углерод. Для получения пиролитической матрицы в составе УУКМ обычно используются пироли с нефтяных пеков или отвержденных термореактивных полимерных связующих с высоким коксовым остатком, например, фенолформальдегидных смол. Стоит, однако, отметить, что отверждение фенолформальдегидных резольных смол происходит по механизму поликонденсации с выделением воды, что делает затруднительным использованием классического метода дифференциальной сканирующей куэрметрии при изучении данного процесса, так как на кривые тепловыделения, являющиеся результатом образования новых химических связей, накладываются эндотермические эффекты удаления из-за броста низкомолекулярных продуктов, что выражается в появлении на кривой леска различных артихактов. Для выбора условий проведения исследования отверждения резольных смол можно рассмотреть поведение дистиллированной воды при нагревании с постоянной скоростью в различных тиглях, предлагаемых нэйч. Как видно, обычно и вплотненные алюминиевые тигли позволяют нагреть воду в замкнутом объеме до температур порядка 150 градусов Цельсия, после чего за счет изменения формы тигля при сдутии изменяется тепловой контакт и происходит резкое поглощение тепла за счет разгерметизации и испарения воды. Однако, как видно из исходной ДСК-кривой, герметизация тигля должна сохраняться вплоть до порядка 240 градусов Цельсия, что можно реализовать, используя два типа тигля от нэйч – тигли среднего давления на 20 бар и тигли высокого давления на 100 бар. Для изучения процессов подтверждения в работе были выбраны тигли высокого давления. Как видно, используя тигли высокого давления и специализированный набор для герметизации, удается получить классическую ДСК-кривую без потери массы выше 270 градусов Цельсия. Стоит отметить, что поскольку в презентации используются различные литературные источники, поэтому при осмотрении кривых ДСК особое внимание следует уделять направлению экзотермического эффекта. Так, при направлении экзотермического эффекта вниз, увеличение термодинамических характеристик, таких как энтальпия или теплоемкость, будет направлено вверх, а при использовании так называемых термохимических координат, то есть когда экзонаправлено вверх, увеличение по оси ординат будет соответствовать тепловыделению. Следует подчеркнуть, что нэйч позволяет проводить измерения не только при повышенном давлении газов, выделяемых из образца, но и при повышенных давлениях инертных, окислительных или восстановительных продовочных газов. В этом случае исследованию на помощь может прийти уникальное решение от NEJ для работы при вылочных давлениях прибор DSK-204 HP Phoenix. Данный прибор позволяет проводить измерения в вакууме, окислительной, восстановительной, инертной атмосфере под давлениями до 150 бар при температурах от минус 150 до плюс 600 градусов Цельсия. Например, отверждение резольных фенолформальдегидных смол можно уже исследовать в классических перфорированных алюминиевых тиглях и при использовании инертной атмосфере под давлением 90 бар. В этом случае получаются уже обычные DSK-кривые, пригодные как для расчета термохимических характеристик, так и для расчета кинетики реакции, например, с использованием термокинетического пакета от NEJ Kinetics Neo. Помимо отверждения термолеактивных связующих, протекающих по механизму поликонденсации, данный прибор позволяет изучать различные процессы, например, определять давление паров и теплов испарения, исследовать вулканизацию эластомеров, гидротацию ненасыщенных жиров и их термокислительную стабильность. Например, любой исследователь, независимо от объекта его исследования, принимает сегодня пищу, приготовленную на различных растительных маслах. Но какой из них наиболее термоустойчиво позволяет определить компания NEJ и ее DSK-204HP Phoenix? Для определения термокислительной стабильности масел, будь то пищевые или смазочные масла, обычно используют специальные SVI-тигли, которые можно легко изготовить с помощью специальной оснастки к прессу от NEJ и которая позволяет предотвратить перетекание исследуемой жидкости по стенкам тигля вследствие капиллярных сил. Что, в свою очередь, позволяет сохранить площадь соприкосновения образца и тигля на всей продолжительности измерения. Как видно, из результатов DSK под высоким давлением кислорода, наибольшей термоокислительной устойчивостью обладает исследовательный образец оливкового масла. Стоит отметить, что прибор DSK-204HP Phoenix, отмеч, также может существенно помочь при изучении процессов сорбции и десорбции, что позволяет вспомнить одно из приоритетных направлений научно-технического развития России – водородную энергетику и соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации от 5 августа 2021 года по стратегическому планированию. Исполнение прибора из высококачественных материалов и различных элементов дополнительной защиты позволяет исследовать различные материалы для хранения водорода в сорбированном состоянии. Например, с использованием прибора DSK-204HP Phoenix можно исследовать десорбцию различных гидридов, например, исследовать механизмы их разложения, как представлено на данном рисунке, где зависимость максимумов экзотермических пиков разложения тетрагидрид барата магния от давления водорода указывает на обратимость данного процесса в данных условиях. Изучение процесса десорбции гидридом магния с использованием уравнения изотермохимической реакции Ванкоффа позволяет определить температурные границы, начиная с которых десорбция водорода начинает определяться не только терминомическими факторами, но и кинетическими, на что указывает отклонение от прямолинейной зависимости давления диссоциации от обратной температуры, которое должно наблюдаться согласно уравнению Ванкоффа. Кинетический вклад в процесс десорбции водорода в исследованном образце хорошо заметен при измерении их с различными скоростями нагревания при нормальном и избыточном давлении водорода. Как видно, при высоком давлении водорода, когда скорость десорбции существенно замедлена вследствие обратимости реакции, скорость нагревания влияет на максимумы пиков десорбции водорода не так существенно, как в случае использования нормального давления, где разница в температурах максимумов достигает уже 70 градусов. Результаты исследований показывают, что при нормальном давлении изучение десорбции водорода следует проводить при скоростях нагревания ниже, чем 1,1 градуса в минуту. Стоит отметить, что углеродные материалы с различной структурой также могут характеризоваться значительной обратимой ссорбцией водорода. Например, согласно литературному обзору за 2019 год, графиты могут сорбировать до 4,48 массовых процентов водорода, а углеродные нановолокна до 6,5 массовых процентов водорода. Возвращаясь к методу получения углеродных материалов посредством пиролиза термоактивных полимеров и к полученным результатам по исследованию отверждения резольных фенолформальдегидных смол с использованием прибора DSK-204HP Phoenix, на ДСК кривых можно видеть суперпозицию тепловых эффектов, разделение которых также является не совсем простой и тривиальной задачей. Видя такие кривые ДСК, многие вспомнят французского писателя, поэта и эссеиста Антуана де Сент-Экзюпери, герой аллегорической повести сказки которого «Маленький принц» мог с легкостью обнаружить скрытую информацию, как в той шляпе, которая оказалась ничем иным, как удавом целиком проглотившего слона. У Нэйча тоже есть свой «Маленький принц» и имя ему программный комплекс «Протеус», в который встроена опция «Pix Separation», которые совместными усилениями с использованием различных математических описаний профилей кривых могут с легкостью волшебника разделить перекрывающиеся суперпозиции тепловых эффектов не только на кривых ДСК, но и на результатах других данных термического анализа, например, дифференциальной термограмметрии, динамического механического анализа, диэлектрического анализа и других. Стоит отметить, что получение углеродной матрицы в углерод-углеродных композиционных материалах, помимо стадии отверждения, включает и стадию пиролиза, то есть нагрева в энерроатмосфере для удаления избыточного кислорода и водорода из матрицы. При этом усадка приводит к существенному увеличению плотности, несмотря на потерю массы. Для предотвращения существенного увеличения плотности, приводящего к структурным напряжениям, в работе предложено использовать процессы микрофазового разделения, индуцируемые поликонденсации в системах термороактивной аризольной фенолформалегидной смола и условно-инертный этиленгликоль. При проведении процессов микрофазового разделения, этиленгликоль выделяется в отдельную фазу, размеры которой определяются температурой МРИП, а дальнейший пиролиз приводит к удалению этиленгликоля, причем в процессе последующих доотверждений пиролиза не происходит существенного увеличения плотности, а формируется равномерная развитая пористая структура углеродной матрицы. На следующих слайдах мы попробуем рассмотреть, как NETCH может помочь вам в быстрой и надежной оценке микро- и мезопористых материалов с использованием метода термопорометрии. В общем случае, для того, чтобы подчеркнуть важность метода термопорометрии, для начала предлагаю вспомнить, насколько важны пористые материалы в современном материаловедении и технологии, ведь пористые материалы являются основой многих звукопологощающих материалов, различных адсорбентов, теплоизоляционных материалов, мембран и фильтров. Стоит уточнить, что выделяют различные поры, например, открытые, закрытые, тупиковые и другие, а эффективный порист, который равен отношению совокупного объема пор к объему пористого тела, будет определяться открытой и закрытой пористостью, причем метод термопорометрии, который будет рассмотрен далее, помогает оценить только открытую пористую структуру. Метод термопорометрии основан на понижении температуры плавления рабочего вещества при уменьшении размеров его кристаллитов в нанодиапазоне, который может быть выражен уравнением Гипса Томпсона и который, в свою очередь, связывает понижение температуры плавления с поверхностным натяжением и кровьизной поверхности на границе твердой и жидкого состояния рабочего вещества. Например, при использовании в качестве рабочего вещества воды, понижение температуры плавления с уменьшением размеров кристаллитов льда можно выразить следующим графиком. Как видно, понижение размеров льда до 3 нанометров приводит к уменьшению температуры его плавления на 15 градусов. В общем случае, понижение температуры плавления обычно выражается эмпирической формовой, ведь и константа КЖТ зависит как от геометрии пор, так и от термодинамических свойств рабочего вещества и его энергии взаимодействия с поверхностью пору. Так, для различных систем константа КЖТ может изменяться в 6 и более раз. Стоит отметить, что рабочее вещество, заполняющее пору, не полностью кристаллизуется при охлаждении, оставляя на границе пор рабочее вещество так называемый дельта-слой, который зависит от энергии взаимодействия на данном межфазном участке, то есть определяется химической природой стенок и наличием на поверхности пор функциональных групп, получающих смачивание рабочим веществом. Например, при использовании в качестве рабочего вещества воды можно приследить тенденцию увеличения дельта-слоя при увеличении гидрофильности поверхности пор. Таким образом, для точного определения размеров пор неизвестного материала требуется достаточно большое количество вспомогательных экспериментальных данных, описывающих геометрию пора и межфазную энергию. Однако, для сравнения однотипных образцов, например, углеродных материалов, полученных при одинаковых условиях конечной термической обработки, метод термопорометрии является относительно надежным и быстрым инструментом для оценки открытой микро- и мезопористой структуры. Итак, для такой оценки нужно лишь пропитать исследуемый образец рабочим веществом, например, водой. Затем, используя квазоэзотермическую температурную программу или нагрев с постоянной скоростью, получить ДСК-кривые, из профиля которых можно сначала рассчитать дифференциальные кривые распределения пор по размерам, а затем и интегральные кривые распределения пор по размерам. Однако, при любой постановке эксперимента важны нюансы, которые, например, компания Niche может предложить своим пользователям. Все начинается с объекта исследований, то есть с пористых образцов, которые необходимо пропитать рабочим веществом. И это обычно делается при длительной выдержке в герметичном объеме, например, в тиглях, в избытке рабочего вещества. Обладая конечным давлением насыщенных поров, рабочее вещество в жидком состоянии даже при комнатной температуре может приводить к избыточному давлению внутри обычного герметично завальцованного тигля, что, в свою очередь, может приводить к неконтролируемому изменению теплового контакта между сенсором ДСК и тиглем и, соответственно, приводить к существенным ошибкам в измерениях. На рисунке показано, как изменяется форма пустого завальцованного классического алюминиевого тигля при нагревании. Видно, что при 600 градусах Цельсия форма теплового контакта из круга превращается практически в точку. Дополнительное ребро жесткости у Телеканкаус от НЭЙЧ позволяет нагревать завальцованные тигли даже до формирования давления газовой фазы, приводящей к деформации алюминиевых стенок тигля. Однако площадь теплового контакта, тигель-сенсор, а следовательно, и результаты искажаться не будут. Следующий нюанс заключается в получении экспериментальных данных для расчета. Для построения дифференциальной кривой распределения поропразмером важна как точность определения теплового потока, так и точность определения температуры. Прибор дифференциальной сканировки калориометрии от НЭЙЧ, созданный с использованием 60-летнего опыта в области приборостроения для термического анализа, позволяет определять температуру с точностью до 10 градуса и ошибкой при измерении изменения энтеропии менее 1%. Стоит отметить, что пористая структура материалов может приводить к искажению результатов измерения их физико-химических свойств, если она не учитывается при дополнительных вспомогательных расчетах. Например, математический учет пористой структуры позволяет НЭЙЧ оставаться одним из лидеров в области создания приборов для определения теплопроводности и температуры проводности. Известно, что углеродные материалы, в частности углерод-углеродные композиционные материалы, могут выступать в качестве элементов теплозащиты с температурной эксплуатацией в инертной среде выше 2000 градусов Цельсия. Если же углерод-углеродные матрицы используются в качестве прекурсоров для получения другого класса композитов, керамоматрицных композиционных материалов, то методом реактивной фильтрации расплава можно получить конструкционные материалы на основе тугоплавки карбидов, которые могут уже эксплуатироваться при температурах выше 2000 градусов Цельсия в агрессивных средах, например, продуктов сгораниях ракетного топлива. При разработке таких материалов важнейшей характеристикой являются тепловизические свойства, в частности, теплопроводность. Компания НЭЙЧ может предложить решение для определения теплопроводности от 0,00 до 4000 Вт на келью при температурах от минус 160 до 2800 градусов Цельсия, что может реализоваться в приборах теплового потока, горячей охранной зоны и методах лазерной вспышки. Последний из озвученных методов, который был предложен Вильямом Паркером в 1961 году, наиболее пригоден для измерения теплопроводности углеродных материалов, так как позволяет измерять данную теплофизическую характеристику от 0,00 до 4000 Вт на келью на температурном диапазоне от минус 150 до 2800 градусов Цельсия в вакууме, окислительной и инертной атмосфере. Данный метод основан на облучении образца, находящего в строго контролируемых условиях, таких как температура и атмосфера, источником энергии, что приводит к повышению температуры на другой стороне образца, который фиксируется инфракрасным детектором. Из полученного профиля изменения температуры можно получить значение температуры проводности или при использовании стандартного образца значение изобарной теплоемкости, а зная значение плотности, рассчитать и значение коэффициентов теплопроводности. Для исследования различных материалов при различных температурах компания NACHE может предложить целую линейку приборов для определения температуры проводности методом лазерной вспышки, которые рассчитаны на измерение различных значений времени теплопереноса внутри образца, длящихся от начальной стадии теплового возбуждения на лицевой стороне образца до установления теплового равновесия на его тыльной стороне. Если для измерения нанометровых пленок необходимо использовать такие приборы от NACHE, как NanoTR или PicTR, то для определения температуры проводности и теплоемкости углеродных материалов можно использовать обычные LFA-системы, одну из которых, а именно модель LFA-427, рассчитанную на измерение в температурном диапазоне от минус 120 до 2800 градусов Цельсия, мы рассмотрим далее более подробно. Данный прибор, как и многие другие приборы от компании NACHE, может быть изготовлен как в классическом лабораторном исполнении, так и для работы в перчастных боксах и горячих камерах для измерения материалов, характеризующихся высокой интенсивностью ионизирующего излучения. Более подробно о решениях NACHE для работы в данных специфических условиях мы рассмотрим на ближайших вебинарах. Сематическое изображение прибора FLA-427 представлено на данном рисунке, где лазерный импульс через оптическую систему воздействует на нижнюю сторону образца, а с верхней поверхности образца инфракрасным детектором фиксируются изменения температуры. Исходя из полученного профиля изменения температуры и рассчитываются коэффициенты температуры проводности и значения теплоемкости. Стоит отметить, что для корректного получения экспериментальных значений полученный профиль экспериментального повышения температуры должен быть описан математической функцией, которая описывает изменения только полезного сигнала, и уже она используется для дальнейших расчетов, причем данная функция должна учитывать как профиль самого воздействующего импульса, так и модель теплопереноса внутри образца. Например, запатентованная система картирования импульса позволяет учесть профиль импульса, поэтому позволяет изменять его длительность в широком интервале, что в свою очередь позволяет измерять образцы с высокой теплопроводностью и с чрезвычайно малой толщиной. Сапатентованная модель для прозрачных и полупрозрачных образцов позволяет учесть передачу тепла внутри образца как за счет теплопроводности, так и за счет теплового излучения. Например, без учета теплового излучения при измерении температур проводности полупрозрачных образцов всегда получается завышенное значение, так как не учитывается нагрев поверхности образца тепловым излучением, проходящим через полупрозрачную среду от поверхности образца, на которую поглотился импульс лазера, до противоположной поверхности образца, с которой ИК-детектором снимаются показания изменения температуры. Следующей особенностью подхода NACH при измерении температур проводности методом лазерной вспышки является запатентованная модель теплопередачи, учитывающая потеря тепла образцом как с торцевых, так и с радиальных поверхностей. Так, без учета теплопотер температура проводности получается равной 19,55 мм на секунду. При этом классическая модель теплопереноса крайне удовлетворительно описывает профиль изменения температуры. В случае использования модели, учитывающей теплопотери, величина температуры проводности уже на 10% меньше, что совпадает с литературными данными, а математическая модель теплопереноса великолепно описывает экспериментальный профиль изменения температуры. Еще одна уникальная запатентованная модель теплопереноса Penetration позволяет исследовать образцы шершавой поверхностью или пористостью, поскольку учитывает поглощение импульса не с площади поперечного стечения воздействующего пучка лазера, а с реальной поглощающей поверхности, увеличенной по отношению к кругу за счет неровностей и углублений. Повышенная площадь адсорбции лазерного излучения приводит к экспоненциальному росту температуры на начальном участке и отклонению от стандартной модели теплопереноса. Модель Penetration позволяет получать хорошее соответствие экспериментальных данных и математического моделирования теплопереноса, что, в свою очередь, позволяет получать результаты температуры проводности образцов, совпадающие с литературными данными. Таким образом, уникальная комбинация аппаратной реализации метода лазерной вспышки компании NETCH передовых подходов математического моделирования теплопереноса в различных структурах позволяет исследовать различные материалы, в том числе и широкий спектр углеродных материалов, которым посвящен данный вебинар. Например, на рисунке показаны экспериментальные данные измерения композита с высокой теплопроводностью на основе алмаза для микроэлектроники от комнатной температуры до 100 градусов Цельсия. Следующий пример показывают данные для поликристаллического графита от минус 125 градусов Цельсия. Как изменяют теплофизические характеристики глюрод-углеродного композиционного материала до температуры 2000 градусов Цельсия можно присоединить из экспериментальных данных на следующем рисунке, полученных с использованием прибора FLI-427 от NETCH. Специальные держатели позволяют измерять не только теплофизические свойства изотропного материала, но и измерять анизотропию теплофизических свойств в структуре, например, как показано на следующем рисунке, где показаны результаты для композиционного материала на основе углеродных монотрубок и полиэфироэфиркетона, параллельно и превентикулярно преимущественной ориентации углеродного наполнительного образца. Другой держатель образцов позволяет измерять теплофизические свойства исследовательного материала в условиях воздействия квазигидростатических давлений. И, наконец, уникальная чувствительность приборов NETCH позволяет определять теплофизические свойства образцов с очень низким изначением теплопроводности и температуропроводности, как показано на примере теплоизоляционного войлока на основе углеродных волокон. Таким образом, компания NETCH может предложить высокотехнологическое оборудование для измерения теплопроводности от 0,1 и ниже до 4000 Вт на метр на Кельвин в температурном диапазоне от минус 150 до 2800 градусов Цельсия и при воздействии квазигидростатических давлений до 150 атмосфер, что прикрывает условия эксплуатации многих материалов на основе многообразных углеродных матриц. Но есть ли метод, который может помочь в непростой задаче качественной и количественной дифференциации различных форм углерода? В некоторых случаях данная задача позволяет решить термический анализ в окислительной атмосфере. Например, профили кривых тепловоделения при сжигании углеродных материалов при постоянном нагреве чувствительны к предыстории химической обработки, как это показано на данном рисунке, показывающей результаты влияния на кривые ДТА, обработки природного графита смесью плавиковый и соляный кислот. Другой рисунок показывает влияние интенсивности механической обработки на профили сжигания природного графита. Поскольку окисление твердых углеродных материалов при газофазовом сжигании происходит с поверхности, то и размер частиц будет влиять на профиль кривых термического анализа, как это показано на примере сжигания образцов синтетических алмазов. Влияние площади поверхности углеродного материала на профиль ДТА кривых также можно проследить на примере сжигания терморасширенных графитов с различной насыпной плотностью. Если увеличение площади сжигания образца связано, без учета изменения поверхностной энергии, только с кинетикой реакции, то данные по энтальпинам образования различных углеродных материалов, проведенных на данном рисунке на моле от углерода, указывают и на термодинамическую составляющую при дифференциации различных форм элементного углерода методом термического анализа в окислительной атмосфере. Стоит отметить, что термический анализ в окислительной атмосфере или Oxideactive Thermal Analysis требует специальной пробоподготовки. Так, польским исследователям доктором Стефаном Цибуляком, который предложил этот метод и подход для исследования углеродных материалов, предлагается смешивать одну часть углеродного материала и три части инертного разбавителя, например, оксида алюминия. Стоит отметить, что одним из первых исследователей, кто показал, что алмаз состоит из атомов углерода как раз посредством сжигания, был французский естествоосветатель и основатель современной химии Антуан Лоран Луазье. И если Луазье при сжигании алмазов использовал гигантскую лупу и энергию Солнца, то для современных исследователей компания NETCH может предложить различное высокотехнологическое оборудование для термического анализа. Например, прибор синхронного термического анализа STA Jupiter, который, обладая уникальными разрешениями по массе и температуре, а также точностью определения энтальпии и другими характеристиками, позволяет исследовать различные углеродные материалы методом термического анализа в окислительной атмосфере. Например, пиролизаты фенолформальдегидных смол, используемых в качестве матрицы углеродных, углеродных компенсационных материалов, полученные без использования и с использованием микрофазового разделения индустрируемого поля конденсации, о котором говорилось ранее. Существенно различаются по профилю как ДСК, так и ДТГ кривых. Предположено, что в случае сгорания пиролизатов, подтвержденной фенолформальдегидной смолы без предварительной стадии микрофазового разделения, на кривых термического анализа фиксируется фаза, сгорающая при более низких температурах, которая образуется, как предположено авторами, вследствие образования структурных дефектов и напряжений из-за существенной усадки образца. Действительно, изменение плотности, которое рассчитано из данных термомеханического анализа, полученных на приборе ТМА-402Ф1 в приближении изотропной усадки и данных потери массы, полученных на приборе СТА-449Ф3 при нагреве подтвержденных образцов с постоянной скоростью в атмосфере азота, указывает на то, что в случае отсутствия стадии микрофазового разделения плотность увеличивается практически на 50%, тогда как стадия микрофазового разделения позволяет сохранить плотность на исходном уровне. Стоит отметить, что качественную дифференциацию углерода можно сделать и с использованием данных термогрометрии, при этом для удобства можно использовать результаты в виде данных ДТГ или дифференциальной термогрометрии. Для получения данных ДТГ можно воспользоваться и прибором термогрометрического анализа ТГ-Либро от МЭЧ, который при нанограммовом разрешении по массе, может быть использован для исследования навески, масса которой вместе с ТГ-лем достигает 1 грамма. Опция контролируемой потери массы СуперРЭС для увеличения разрешения суперпозиции эффектов, а также автоматическая система подачи образца на 192 ТГ-ля позволяет проводить измерения даже круглосуточно, без участия оператора. В качестве примера использования термогрометрии не только для качественной идентификации, но и для полуколичневого определения различных форм углерода рассмотрим процесс получения волокнистых материалов на основе длинных углеродных нанотробок. Так, при производстве данных материалов методом химического газофазового обсуждения из этилового спирта получается два продукта с различными свойствами, а именно волокнистый депозит, который вытягивается непосредственно из реактора, и войлокообразный осадок, который образуется на стенках реактора, причем данные продукты, согласно результатам растровой электронной микроскопии, имеют различную морфологию. Наличие большого количества катализаторов роста нанотрубок в волокнистом депозите, в описанном случае это железо, и углеродной фазой, сгораемой при более высоких температурах, позволило с использованием опции PIXEPARATION, программы спечения протеус, о котором мы сегодня уже говорили, авторам оценить количество нанотрубок в продуктах, которые для войлокообразного отложения составляет порядка 10%, а для волокнистого депозита это величина выше 50% Термический анализ в гислительной атмосфере может быть полезен и при выборе условий удаления опрета с промышленных углеродных волокон. Например, из представленных данных термогереметрических данных сгорания углеродного волокна можно видеть, что до 400 градусов Цельсия происходит пошаговое выгорание органического опрета, поэтому авторами в работе без термической выдержки углеродной ткани была выбрана именно эта температура. При этом, согласно данным Растера в электронной микроскопии, измерением крыльевого угла смачивания и измерения физико-механических свойств, выбранная температура обработки приводит к полному удалению органического опрета при сохранении предела прочности и модуля упругости при растяжении волокна. К слову сказать, удаление органического опрета с углеродного волокна является необходимой предварительной стадией для нанесения интерфазного керамического покрытия на углеродного волокна для использования их в качестве армирующего наполнителя в керамоматричных композиционных материалах. Например, в работе для нанесения интерфазного керамического покрытия на углеродное волокно использовали керамообразующие связующие на основе поля грабосилана, причем метод термического анализа в выкислительной атмосфере использовали для выбора технологического режима данного процесса. Интересно отметить, что продуктами сгорания такого углеродного волокна с керамическим покрытием являются полные структуры с нанометровой толщиной стенки, состоящей из оксида кремния, что авторы подтвердили с использованием ИК-спектроскопии. Стоит отметить, что в системах анализов выделенных газов от НЭЧ с использованием ИК-спектроскопии инфракрасный спектрометр можно использовать для спектроскопических исследований твердых, жидких и газообразных химических соединений, включая классическую схему на пропускание или использование метода нарушенного полного внутреннего отражения. В настоящее время системы для анализа выделенного газа могут включать компактные версии НЭЧ-Персеус на базе фурья ИК-спектрометра Альфа-2 от компании Брукер. Или, если вы заинтересованы в ИК-спектрометре с возможностью расширения ИК-диапазона в ближней и дальней области в существенно повышенном разрешении и отношении полезного сигнала к шуму, то в качестве надежного ИК-спектрометра может выступать Брукер Инвенио. Однако и Альфа-2, и Инвенио отлично справляются с задачей анализа выделенных газов в сопряжении с прибором термического анализа от НЭЧ. Например, в настоящее время, вследствие своих превосходных физико-механических свойств при низкой плотности, в широком применении находят полимерные композиционные материалы на основе углеродных волокон. Причем возможность повторной переработки и происходящие механические свойства все более отчетливо двигают вперед в качестве полимерной матрицы термопластичные полимеры. В качестве примера на рисунке показано, как идентифицировать полимерную матрицу в ПКМ методом анализа выделенных газов с использованием их прокрасной спектроскопии. Синяя кривая, или так называемый сигнал грамма Шмидта, показывает интегральную интенсивность поглощения ЭК-излучения в газовый кювет из спектрометра при анализе выделенных газов. А соответствующий трехмерный ЭК-спектр на всем исследованном температурном диапазоне представлен на следующем рисунке. В точке максимума на кривой грамме Шмидта ЭК-спектр представляет собой суперпозицию поглощения фенола, 2-фторбутилфенола и улекислого газа, что позволяет предположить, что исходным полимером является поликарбонат. Другой пример – это анализ полимерной матрицы, которая при изложении выделяет эпсилон-капролоктам. При этом плавление при температуре пика 224 градусов Цельсия позволяет предположить, что это полиамид-6. Стоит отметить, что в полимерных эволюционных материалах на основе армирующих углеродных волокон задачей иногда является не только идентифицировать полимерную матрицу, но и узнать содержание наполнителя в композите. Продолжение следует... 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 Сочкуestic следует... Программа следует... При повторном нагреве в среде кислорода получаем профили кривых... термогрометрии и ДТГ. Как видно, начиная с 500 градусов Цельсия начинается потеря массы вследствие выгорания углерода. При этом, как известно, в системе углерод-кислород возможны как минимум три химические реакции. Однако избыток кислорода позволяет исключить вторую реакцию, постоянная продувка кислородом исключить третью реакцию и рассматривать протекание в системе преимущественно первой реакции. Однако, как видно, перед потерей массы наблюдается ее рост, что связано с окислением железа и степень окисления 2+, в теме окисления 3+, что затрудняет однозначную интерпретацию данных термогерометрии. Здесь на помощь исследователям может прийти возможность количественно определить образуемый углекислый газ. Например, известно, что при образовании углекислого газа, например, при изложении гидрокарбоната натрия, выделившееся количество углекислого газа пропорционально площади пика на кривой зависимости ионного тока заряженной частицы с отношением массы к заряду равной 44 при анализе выделенных газов с использованием масс-спектрометра QMS-403-ILS-Quadra, который позволяет измерять величины атомных масс от 1 до 300. Температура кипеляра, по которому проходит газ из прибора термического анализа, будь то прибор синхронного термического анализа, прибор термогерометрии, дифференциально сканирующей клаверометрии или диотометрии равна 300 градусов Цельсия. Причем, по желанию пользователя, эти величины могут быть расширены до 512 атомных единиц массы и 350 градусов Цельсия соответственно. Таким образом, при сжигании исследуемого образца можно получить приведенный профиль изменения ионного тока обназаряженной частицы массой 44, площадь, по которой будет прямопорционально выделяема углекислому газу. Далее, применяя опцию Pixiporation, можно полуколично определить в образце содержания углеродной сажи с различными размерами, добавляемый материал катода для увеличения крововодности, количество углерода на поверхности частиц ортофоспата железа и лития, образованного вследствие гомогенизации катодной массы в мельнице, и пиролитического углерода, образовавшегося в результате пиролиза связующего. Стоит отметить, что при пиролизе прекурсоров углеродных материалов, например, нефсиных пеков, могут выделяться соединения температуры кипения, которых превышает температуру кипеляра в системе сопряжения приборов термического анализа и масс-спектрометра QMS-403-ILS-Quadra. В этом случае у NH имеется решение, а именно специальная система Skimmer, которая позволяет работать с газами нагретыми вплоть до 2000 градусов Цельсия, что позволяет анализировать с использованием масс-спектрометрии токооплатки и соединения. Например, на рисунке представлены кривые ионного тока ионов с различными атонными единицами массами, которые выделяются при переролизе нефтяного пека, температура кипения которых могут превышать 550 градусов Цельсия. Возвращаясь к теме использования элементного углерода в химических источниках тока, стоит отметить, что углерод используется не только как токопроводящая добавка при изготовлении катода, но и сам в виде графитоподобных материалов может выступать в качестве анодов. В данном случае в процессе зарядки происходит внедрение лития в структуру графита с образованием интеркалированного соединения графита различного состава и ступеней, а при разрядке – диэнтеркаляция лития. Газоплотное исполнение прибора дифференциально сканирующей клэрометрии от NEJ, DSK204F1 Phoenix, а также его возможность с высокой точностью определять изобарную теплоемкость, позволяет определять теплоемкость интеркалированного соединения графита с литием различных ступеней до температуры начала карбидообразования, причем также измерять температурные характеристики обратимых фазовых переходов типа порядок-беспорядок, наблюдаемых в данных соединениях. Интересно отметить, что в качестве рабочего материала катодов предлагается использовать бинарное соединение лития и углерода, точнее карбидо-лития или его термодинамическую стабильную форму отсоединит лития. Метеовольтеоретическая удельная емкость составляет 1400 мАч на грамм, тогда как экспериментально обратимую удельную емкость получена в 700 мАч на грамм. К примеру, один из часто используемых материалов катода, о котором говорилось на предыдущем слайде, то есть ортофосфат двухэквалентного железа и лития, характеризуется в 8,4 раза меньшими значениями соответственности. Возможность такой точностью поддерживать как скорость нагревания, так и скорость охлаждения при измерении на приборе в диферсальном сканировании шкалометрии от НЭЩ ДСК-24Ф1 ФИНИКС позволяет исследовать температурный гисерезис фазовых переходов и оценивать кинетику структурных преобразований в образце. Стоит отметить, что в последнее время идентифицируется поиск рабочего материала катодов для литий-ионных аккумуляторов, в состав которых не входят металлы, такие как железо, кобальт, марганец и другие. В качестве одного из таких экологически дружелюбных материалов для катодов исследовательно предлагается одна из золотрубных модификаций элементного углерода – фуллерен С60. При работе такого аккумулятора литий допируется структуру фуллерита на катоде, причем происходят три электрохимические реакции с пошаговым образованием фуллеридов лития. Стоит отметить, что структура фуллерена под воздействием ультрафиолетового облучения или в результате термоборийских воздействий может полимеризоваться по механизму 2 плюс 2 циклоприсоединения между двумя параллельно ориентированными двойными связями молекул С60. Такая же полимеризация может быть обусловлена избыточной электронной плотностью на каркасе фуллерена вследствие допирования щелочных металлов, в частности лития. Исследовать реакцию продукта полимеризации С60 можно с использованием термического анализа, в частности посредством изучения ориенационного перехода в структуре фуллерита С60. Как известно, при температурах ниже 165 Кельвина движение молекул фуллерена в узлах простой кубической решетки фуллерита полностью заморожено. Однако выше этой температуры С60 начинает вращаться по одной оси вращения. При 260 Кельвинов или минус 13 градусов Цельсия происходит ориенационный фазовый переход первого рода. При этом размораживается вращение по двум другим осям вращения. Элементарная ячейка из простой кубической переходит в кубическую гранцентрированную сингонию. В случае полимеризации молекул С60 данный переход становится невозможным, что и можно использовать для косвенной оценки полимеризации. Так, на кривой ДСК при первом нагревании фуллерита лития состава лития С60 фиксируется эндотермический ориенационный фазовый переход С60, за которым следует другой эндотермический эффект. Повторный нагрев приводит к увеличению теплоты ориенационного фазового перехода и исчезновению высокотемпературного эндоэффекта на кривой ДСК. На основании данных теплоты ориенационного перехода можно предположить о порядке 36% обратимой полимеризации при допировании литием в условиях термоборического синтеза до состава лития С60. Причем высокотемпературный эндоэффект связан с деполимеризацией молекул С60. Полимеризацию и деполимеризацию также хорошо видно из спектров инфракрасной спектроскопии. На примере фуллеритфлития состава литий-3 С60. Если на исходном экоспектре фиксируются 4 характеристики полосы поглощения, то при термоборическом допировании фуллерита до состава литий-3 С60 на экоспектрах появляются дополнительные полосы поглощения, которые после нагревания до 400 градусов Цельсия, то есть деполимеризации, практически полностью исчезают. В общем случае, компания NETCH может предложить ряд уникальных приборов для исследований и разработок литий-ионных аккумуляторов, а также для осуществления входного и выходного контроля данной высокотехнологичной продукции. Оборудование включает приборы термограмметрического анализа и синхронного термического анализа, включая совмещенными системами анализа увиденных газов, например, с квадрупольным аспектрометром, приборы дифференциально сканирующих лоэрометрии и ротационные реометры, приборы для определения теплопроводности и температуры проводности методом лазерной вспышки и стационарным методом теплового потока, приборы термомеханического анализа и дилатометры, а также реакционные и модульные калориметры. Такой мощный арсенал позволяет разрабатывать и контролировать изготовление материалов анодов и катодов, включая их с успендию для изготовления электродов, определять теплофизические свойства, составляющие химического источника тока, теплового расширения сепаратора, а также исследовать эффективность и термическую стабильность уже готовых батарей. Например, с использованием ротационного риометра Kinexus можно исследовать и подбирать необходимые компоненты для изготовления электродов. Как видно, N-метилперледон, то есть растворитель, который используется для несильной электроды в суспендию рабочего материала, ведет себя как классическая ньютоновская жидкость, то есть значение вязкости не зависит от скорости сдвига. Когда в растворитель добавляют полимер, обеспечивший необходимые механические свойства электродов, то поведение данной системы уже немного оклоняется от поведения ньютоновской жидкости при высоких скоростях сдвига. Еще большее оклонение можно наблюдать в случае суспензии, когда для повышения электропроводности система добавляет углеродную сажу. Картинка кардинально меняется в случае добавления в той же концентрации другой углеродной сажи. Более выраженное отклонение от поведения ньютоновской жидкости обусловлено морфологией частиц сажи. Так, сажа 2 состоит преимущественно из частиц с неправильной геометрической формой, что препятствует скольжению при низких скоростях двига, что возможно увеличить седиментационную устойчивость во времени суспензии на основе сажа 2 по сравнению с суспензией на основе сажа 1, так как седиментация – это процесс, который происходит при низких скоростях сдвига. С помощью модульного калориметра MMS274 Nexus и специального модуля для исследования аккумуляторов далее показано определение образования тепла в процессе зарядки и разрядки уже готового химического источника тока на примере перезаряжаемой кнопочной батареи SR2032. Уникальная инновационная измерительная система на основе термоэлементов с дифференциальным принципом измерения позволяет с высокой чувствительностью и стабильностью проводить измерения в диапазоне от комнатной до 300 градусов Цельсия. В качестве примера показаны циклические исследования зарядки и разрядки с использованием схемы постоянный ток-постоянное напряжение. При разрядке сначала задается постоянный ток в 40 мА и измеряется падение напряжения, а затем при постоянном электрическом потенциале 3 В достигается нулевого тока. При зарядке при токе в 40 мА достигается напряжение 4,2 В, которое далее и выдерживается до установленного нулевого тока зарядки. Данные циклы многократно повторяются. При таких циклах разрядки и зарядки калориметр Nexus с высокой точностью фиксируется выделяемое тепло. Далее, построив кривые зависимости электрической мощности, которая в данном случае равна произведению напряжения на силу тока, от времени можно рассчитать эффективность циклов зарядки и разрядки. Например, в случае разрядки из высокого из вольтамперных характеристик расходуется 374,44 джоулей с тепловоделением порядка 45 джоулей, что составляет эффективность цикла разрядки равной 87,9%. В случае зарядки эти значения равны 422 джоулей, 17 джоулей и 96% эффективности соответственно. Итак, кратко рассмотрев использование элементного углерода во вторичных источниках тока, предлагаю вспомнить, насколько важен элементный углерод в мировом балансе энергопотребления. Согласно компании British Petroleum, в 2018 году уголь, основной составляющей которой является элементный углерод, обеспечил 27% мирового энергопотребления. В России, за счет большего по сравнению с мировым вкладом атомной энергетики в общий электробаланс, эти цифры, согласно издательскому дону «Коммерсант», практически в два раза ниже, но все равно составляют шестую часть. С другой стороны, при использовании угля в тепловых электростанциях при возгорании в атмосферу выделяется большое количество кислотных оксидов, твердых частиц и радионюклидов, что стимулирует реализацию альтернативного использования угля, например, его сжижения. Как известно, различают прямое и косвенное сжижение угля. Под прямым сжижением обычно понимают гидрогенизацию угля, например, с использованием процесса Бергиуса, разработанного еще до начала Первой мировой войны, который требует наличия высоких температур, специальных атризаторов и высоких давлений. Косвенное сжижение угля заключается в предварительной газификации парами воды с последующим синтезом из образуемого синтез газа жидких углеводородов при протекании так называемого процесса Фишер-Тропша. Стоит отметить, что образуемый в процессе газификации угля синтез газ, то есть смесь моноксида углерода и водорода, может использоваться для сжигания в парогазовых установках с внутрецикловой газификацией, выбросы которых существенно ниже, чем от классических тепловых электростанций, работающих на угле. Предварительное разделение воздуха на газовую смесь, обогащенную кислородом, наличие паровой и газовой турбины позволяет добиться высокого вплоть до 90% КПД станции. Стоит, однако, отметить, что одним из недостатков данной технологии является ее сложность и высокая стоимость сооружения. Поэтому можно вспомнить великого русского ученого-энциклопедиста Дмитрия Ивановича Менделеева, который предложил подземную газификацию угля без его извлечения из недр земли. В данном случае паровоздушная смесь выдается в угольный пласт, где после реакции иницирования происходит газификация угля с образованием синтез газа, который в дальнейшем уже используется в тепловых электростанциях в качестве горючего. В основе злоосложенных процессов косвенного сжижения угля лежит химическая реакция взаимодействия углерода с парами воды, которую можно изучать, а также оптимизировать существующие или создавать новые технологии экспикации угля с использованием высокотехнологического оборудования от компании NETCH. Например, специальный парообразователь позволяет создавать атмосферу с малярной концентрацией воды от 5 до 100%, а специальная печь позволяет изучать процессы газификации вплоть до температуры 1250 градусов Цельсия. На рисунке показан пример использования системы парообразователя прибор синхронного термического анализа специальной печи для работы в влажной атмосфере, совмещенной с квадрупольным масс-спектрометром для изучения процессов газификации углерода в аргоновой смеси с 20% содержанием воды при температурах до 400 градусов Цельсия. Как видно, при нагреве до 800 градусов Цельсия в сухом аргоне из образстава выделяется незначительное количество водорода, диоксида и моноксида углерода за счет разложения органических составляющих в угле. Переключение продувшей атмосферы с сухого аргона на пароаргоновую смесь позволяет приводить к газификации углерода, сопровождаемой существенной потерей массы и образованием в значительных количествах водорода и моноксида углерода, а за счет окисления последнего пара воды и диоксида углерода. Стоит отметить, что для создания меньшего, но более точного содержания воды в продувочном газе, компания NETCH может предложить генератор влажности, который создает заданную относительную влажность газовой смеси, причем как скорость изменения влажности, так и длительность временного промежутка с влажной атмосферой может строго контролироваться. А специальная медная печь с дополнительными нагреваниями для предотвращения конденсации воды позволяет исследовать влияние влаги на продукты питания, различные конструкционные и функциональные материалы, лекарственные препараты и другие образцы. В качестве примера на рисунке представлены коревые дифференциальные скадирующие клэрометрии и термогрометрии при сорбции и десорбции влаги активированным углем. Так, при создании 20% относительной влажности в продувочном газе происходит выделение тепла и увеличение массы активированного угля за счет сорбции молекул воды. Дальнейшее пошаговое увеличение влажности приводит к дальнейшему пошаговому увеличению массы и тепловыделению, причем суммарное тепловыделение и суммарное увеличение массы равны 169,4 джо на грамм и 7,24% соответственно. После замены влажной атмосферы на сухую из ворота выделяется свыше 93% сорбированной воды. На этом наша повествовательная часть вебинара по углеродным материалам подходит к завершению, поэтому в заключение расскажу, что нас ждет на следующем вебинаре, который будет посвящен диэлектрическому анализу. Диэлектрический анализ может использоваться для мониторинга в режиме реального времени отверждения изменений вязкости термоактивных полимерных матриц, клеев, красок и других органических или кремно-органических соединений посредством изменения их диэлектрических свойств как в условиях температурной обработки, так и в условиях воздействия ультрафиолетового излучения. Наследуемый образец, контактирующий со специальным гребенчатым сенсором, воздействует осциллирующее электрическое напряжение, в результате чего измеряется ответный электрический ток и рассчитывается электрический импеданс. Например, при мониторинге отверждения используется так называемая ионная вязкость, которая обратно пропорциональна ионной проводимости. Если при достижении точки геляобразования динамической вязкости полимера при нулевой скорости двига стремится к бесконечности, что делает чрезвычайно сложным ее использование при мониторинге степени отверждения на всем диапазоне, ионная вязкость, которая до геляобразования повторяет профит динамической вязкости, продолжает расти и выходит на плато при полном отверждении. Математические расчеты при грамотной постановке эксперимента позволяют таким образом проследить онлайн за степенью утверждения с использованием электрического анализа от 0 до 100%, что при использовании электрического анализа при производстве полимерных композиционных материалов на основе термоактивных полимерных матриц может увеличить его эффективность на 30%. Метод DEA может также использоваться и при следовании и разработке термоактивных композиций. Например, на следующем рисунке показаны результаты по изучению влияния фуллерена C60, который некоторые авторы предлагают добавлять в полимерную матрицу для повышения ее ударной вязкости, на кинетику отверждения двухфункциональной эпоксидной смолы и двухфункционального отвердителя на основе первичных аминов. Из рисунка видно, что фуллерен немного уменьшает скорость отверждения данной термоактивной композиции, возможно, за счет увеличения вязкости. При этом при приготовлении термоактивной композиции фуллерен добавляли сначала в эпоксидную смолу и тщательно перемешивали. Однако более существенное замедление реакции отверждения наблюдается, когда перед перемешиванием смолы и отвердителя фуллерен C60 перемешивался с аминным отвердителем. В работе предположено, что данное замедление обусловлено образованием аддукта при дуклеофильном присоединении амина к аркасу фуллерена, что существенно понижает химическую активность аминного отвердителя по отношению к фоксидным группам смолы в конечной композиции. Ну вот, наш сегодняшний вебинар подошел к своей заключительной части, и я буду рад ответить на ваши вопросы. Продолжение следует...